Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого и это FFA-сериал Аж на восьмерых человек. Если вы смотрите этот сериал не с первой серии, то рекомендую перейти к ней. Ссылка на весь плейлист должна сейчас появиться в верхнем правом углу. Белая круглая кнопочка с буквочкой I. Если там ничего нет, то у вас, видимо, отключены аннотации. Снова играем в вашу любимую Сидмерс Цивилизейшн 5, карта Пангея, и мне выпала Полинезия. Так как игра получилась длинная, то она разбита на серии. Надеюсь, выходить они будут через день или два после предыдущей. На этом всё. Приятного вам просмотра. Венеции нечего красть. Печаль. Так, а у меня там когда Золотой век. Скоро. Все глянцы строят. Хочет за счет денег их потом вытяпнуть. Мне надо их убивать Как можно быстрее. На всякий случай встанем, а то, знаете, еще придет в голову Сяму Объявить мне войну, чтобы Захватить Так. Счастье вернулось. Вообще не слышал. Что, мы тебя слышим? Сям, ты не против, если я Братиславу возьму? Эээ, слышишь, я против. В смысле, в качестве союзника или захватить? Как бы я не спрашиваю, я спрашиваю только Сяма. Ну, в качестве союзника или захватить просто? Тебя он больше не спрашивает. Просто захватить. Блин, Швед, нафига ты отношения портишь? Я не понимаю. Ты же сразу понял, что ты оттуда хочешь на меня нападать. Ну, я буду нападать у кого минус 24, ну, как-то смешно даже. Да, из-за чего такие проблемы с экономикой? Из-за армии. Кстати, мне было бы тоже интересно, из-за чего у меня такие проблемы с экономикой. Ну, Сям, ты как думаешь? Ну, я против. Просто, братья Слава, она может стать союзником с Торией. А, ну, ладно, хорошо. Не буду пробовать. Так. Не подскажете, где Улуру? Его нету. Ну, хорошо, а какое еще есть чудо, кроме Синая, кроме Старого Служаки и кроме Большого Плато? Кто-то меня полюбил в Гонконг. Понимаешь, насколько тебе хотят ответить? Что же? Все прям наперебой хотят ответить, но... Все, что он намечет? Все. этого производства плохо приток золота да может не на золото отправить следующий караванчик при всего 11 вход в кейп-таун избран еще я не старая витамины короче зеленые и нам тоже витамины и черепашки витамины вообще кстати еда черепаши она больше к пиву чем ей напору можно спутать очень легко спутать очень интересно ну сушеная рыба я же самому захотелось черепашей еды после твоих слов реально соленая такая валеная рыба запах от нее божественный я не знаю я ему кидала она ничего это сейчас съест не она наблюдает за тобой жиротва-то рядом с ней плавает смотришь наблюдает за тобой она хочет тебя убить высокие отношения так где четвертое чудо тут шесть по-моему чудес должно быть или пять ну хотя бы одно кроме старого служаки большого плато и сена а в смысле кайлас так каким счетом магическим способом можно взять коробку купить за веру чуть позже ну и че там потом потом прикольно мы будем снять может уже распрощаться с этими не андрея в принципе я здесь так находился блин а немцы три столицы офигеть да а вы почему-то хотите со мной воевать постоянно я лично не хочу так я сейчас отстану а швед зачем хочет не знаю когда конкурс конечный язык наш недокосмысл тебя со мной воевать сейчас потому что я морская нация да да блин интересно у меня один город в протестантизм обратился другой город в этот швед ну как его инь-янь блин ну швед ну реально ну нахера ну я вот понево каждый в каждой игре находится какой-то чувак который через все горы через все прочее строить дорогу ко мне и нападать на меня ну ты можешь объяснить но ну тебе то зачем вот просто блин я даже не ну не знаю как это описать так это же весело у него блин сосед три столицы захватил там первый по демографии нет он прется через город государство через перешейк в три клетки не слушай его так он уже прется да получается да он дорогу уже через братиславу построил и вон стоит у него но я пока только одного рыцаря вижу я думаю судя потому что он первый по армии вообще непонятно но я низи ты какую-нибудь видишь логику вот может ты мне объяснишь ну ну я не разведу вас там поэтому я не знаю может он потом не снесет зачем это все помогать будешь да как он тебя снесет ему тут мои города так понимаешь ему мои города они вообще ни к чему то есть то есть просто тупо я не знаю потратить армию чтоб со мной повоевать я не понимаю а сможете ли вы угадать благодаря кому появилось это видео да 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 традиционно двагис эта компания выпускает не только одноименный справочник и карты городов которые работают даже офлайн но и поддерживает мой канал о стратегических играх двагис адреса расстояние время работы и другая детальная информация о городе в одном приложении двагис если быть точным да блин что за тормоза еще какие то но фрегаты боже еще рыцарей тут михаил ты общаешься нет блин еще и молчит ниндзя ты тут да билл ты тут да абрахам ты тут да этерны ты тут да михаил ты тут все да вышел ой все михаил ой Я тут. Ты слышал, что я говорил? А, нет. Я тут возмущался, нахрена ты идешь со мной воевать? Не, это просто дорога, типа так. Это против кельта, короче. Против кельта дорога против слова. Да нет, такие. Ты можешь объяснить логику, вот просто нафига это делать? Слушай... У тебя сверху сосед, который с тремя столицами сидит, который по демографии самый первый. Тема города вообще ни в какую сторону не нужны. Нет, сначала Сиан хотел напасть, теперь ты пытаешься. Зачем? Ну, я просто объяснил. У меня огромная армия. Ну, а зачем ты ее строил? Зачем ты ее делал? Зачем ты почему-то не развивался? Почему тебе этой огромной армии не пойти с немцем и не повоевать? Ну, к немцу очень тяжело пройти. Ну, пройди через меня к немцу, боже ты мой. В чем тебе прибыль от того, что ты мои города захватишь? Объясни. Швед, не слушай немец, все поддерживаю. Я хотел бы напасть, я бы давно напал. Это точно. Так и если бы я хотел напасть, я бы давно напал. Только зачем тут нападать в такой ситуации? Ты можешь как-то действовать логично, а не просто упоро-то куда-то построить кучу юнитов, пойти их повоевать? Я на тебя нападал? Нет. Ты просто увидел четырех рыцарей и дорогу, все. Это что? Слушай, если ты вот это строишь не на меня нападать, то ты действуешь еще более странно. Абрахам, либо это, либо война. Выбирай. Такие ультиматумы начались сразу. Так просто тут у нас два ряда армии стоят впритык. Абрахам, так может тебе надо в другую сторону? Вот то, что ты ко мне привел. Да не слушай ты его. А, ладно, давай. В этой игре змеи-искуситель такой не слушай. Почему в каждой игре находится? Не, ну мне реально, я просто вот в каждой игре, то есть одно дело, понимаешь, на меня нападаешь, чтобы вам вынести, вот предположим, как-то. Швед, это тут надо реально очень сильно постараться прийти. Блин, я вот пока с вами общаюсь, у меня там в Венеции гасит меня. А я тебе покажу скриншот своей страны. Вот ты просто поймешь, на немца мне идти не ну никак. Так, на Сиам у него тут стенка. Так и зачем тебе вообще на кого-то идти? У тебя прекрасная ситуация развиваться. У тебя какой-то... Я не занимаюсь. Армию уже давно не строят. Просто Сидон дарят. Плюс, когда немец закончил, скажем так, эпопею с Грецией, я немножко испугался, но так как он тут немножко миролюбиво... А тебе не кажется, что, например, напав на меня и вынеси, например, ты определенный противовес у немца уберешь еще один? Например. Но я не нападаю. Да, потому что Халецкий опять поныл и на него не нападают. Я пытаюсь узнать, понимать твою логику. Зачем надо было вообще готовить это нападение? А эта тактика работает. Если я хотел бы напасть, я бы давно напал. Что это? Хорошо, если бы я хотел захватить твою столицу, я бы давно захватил. Как тебе такой ответ? На 30-м ходу я вот, если бы захотел. Может быть. Если бы ты хотел напасть, я бы давно напал. У меня это шансов больше. Если бы я хотел на тебя напасть, я бы тоже по-другому действовал, по-другому выстроил. Но нападать на тебя, это мне просто даже в ум не укладывается. Блин, идти зачем-то на Швецию нападать. Это настолько нелогично в данной ситуации. Я на всякий случай скриншот сделаю и покажу. Какая у меня ситуация. Да я вижу всю твою территорию. Зачем мне твой скриншот? Я всю твою территорию вижу, я уже давно исследовал. Что, у вас здесь битва на фрегатах, что ли, идет с Венецией? Да. Ну да. А что вы не поделили? Венеция. Не знаю, в вашей караван играй был постоянно. Хочет бы рода моих людей. Хочет такой быть доминирующей нацией на море. Именно. Венеция, если будут проблемы там с фрегатами, то я к тебе могу прийти, помочь. То есть что, мне кинг-то идти с тобой воевать, что ли? Ну я тебе не дам Венецию забрать. Почему? Венеция мне помогает, она мне золото дает. Караванами. Опа, ниндзя. У меня с тобой пинг поднялся. Отлично. Опять повылетали все. Мы грузим или откатываем? Ну как откатываешься три человека? Вот мне видно, что вылетели. Ну это два, ниндзя. У меня только ниндзя вылетело, и все. У меня ниндзя, Хендлис Билл и Абрахам. Я вообще-то холст. Так, кто перезаходит? Я или кто-то еще? О, Маша, как нечестно. Да, я забыл. Я прошу прощения. Но я не отошел далеко, я на две клетки отошел. Ладно, я переступлю. Подойди на две клетки и подождем. Погоди, что-то у меня не ходит. Я сейчас, сейчас перезайду. Перезайду. Так, канываем ход. У меня производство 228. Ну вот, ниндзя построил уже свои эти ганзы и отправляет. Ни одного кривана в горишку нет. Да, откуда столько производства? Золотой век. В общем, надо запрещать торговлю с городами-государствами следующим ходом. Хорошо. Плохая эта затея. Слушайся. Сям, ну ты, я думаю, зря мне даришь. Я, конечно, понимаю, что... Спасибо. Я бы со шведом и так нормально повоевал. А вот тебе, например, если что, против кельта... Ладно, может быть, образует... То есть, подожди, то есть, ты сейчас венецианец честно поступил, да? Да. Я двумя обстрелял, больше не ходил. Не, ну подожди, мы еще не начали играть. То есть, блин... В смысле, у меня до того, как мы загрузились, два раза я обстрелял этими же юнитами двумя же. И что, мы теперь обязаны так же ходить, что ли, лишь? И не поймут твою логику. Ну да. Обычно, как и. Сиан и Халевский. Я предлагаю тогда создать Троиственный Союз. Против кому? Против кельта согласен? Я не против. Это что, вы так сразу стрелки развернули? Он, я сейчас это ополчилось. Потому что, кельт, ты мне не даешь почему-то с Венецией воевать. Почему я должен с тобой... Я тебе не хочу дать забрать Венецию. А я хочу забрать Венецию, чтобы он мне не мешал на море. Раз ты не даешь забрать, то есть ты против меня. Ну, почему я должен не это? Я так понимаю, что у тебя есть город на море. Почему бы мне не пойти, например, с моря захватить какой-нибудь твой город, а в это время Сиан с суши будет тебя прессовать? Как тебе такая ситуация? Зато Венеция целая будет. Так, а там очень сложно будет кельта с моря захватывать, он на другом берегу. Ну, нужно будет весь материк оплывать. Почему? Так вон от Венеции уже вниз надо плыть и все. Я вижу уже всю карту. Я еще три ремами все посмотрел. Так что, кельт? Что, кельт? Ты помогаешь Венеции? Сейчас, погоди, посмотри, что-то у нас сделки с тобой есть, нет? Ну да, ладно, помогаем. Ясно. Что это с Сианом стало? Что будем планировать? Ну, а что тут откладывать? Так, Сиан, я тебя типа войну объявил, потому что у тебя защитный пакт был с кельтом. У меня вообще со всеми тремя был защитный пакт. Это так называемый многоходончик. Ну, Сиан, я предлагаю, чтобы ты просто с суши напал, когда у тебя там закончится защитный пакт, а я с моря. Кельт как-то не выдержит. Так я уже могу объявлять войну. Ну, как бы целостность пакта нарушена, потому что, ну, две стороны. Нет, это я объявил войну кельту. Да, я понимаю, но все равно оборонительный союз уже не действует. То есть я могу объявлять войну. Тебе... Давайте только вот отдам все, что ты мне надавал тут. То есть ты хочешь со мной воевать, да? Сиан. А тут еще... Ну, я думал об этом, но мне кажется, что сейчас... Ну, давай я тогда пойду в Улана и апну своих пиктов в Улана. Давай. Мне кажется, что я не выдержу, как бы, этой войну, потому что я действительно отстаю по технологиям. Я изначально просто планировал начать воевать вот именно, ну, может быть, артиллерией. Блин, Сиан, Леша просто хочет забрать Венецию, понимаешь? Да, я хочу забрать Венецию. Я не понимаю, Кельт, в чем у тебя проблема? Почему ты не можешь тоже забрать Венецию? Почему ты не можешь вот эти города его забрать? В чем проблема? Проблема в том, что Кельт за счет Венеции получает кучу бабла. И почему мы должны давать Кельту развиваться за счет этого, я не могу понять. Я забираю Венецию для того, чтобы он мне не мешался на море. Я не получу от этого выгоды в плане развития. А вот как Кельт с этого получает выгоду офигенную? Потому что все караваны венецианские ходят к нему. Мне кажется, что здесь есть три явных лидера, которые действительно претендуют на победу. Это Кельт, разумеется, Германия и Швеция. И поэтому мне кажется, что в принципе идея создания подобного союза довольно неплохо. Ну я уже со шведом, по-моему, защитный пакт заключил, да? Там еще я прислал. Да, короче. Сям, мне тут сейчас подарил уже швед кучу армии. Еще золото возьми в 20 вход. Давай, открывай мне. Что вы делаете? Ну то истинный союз, как бы... Все дела. Союз центральных держав. Такое посольство. Ча, я тут еще рыцарем прибежал венецианец. А че, мне уже лошадь не задействует? Леша, принимаешь? Да, да. Блин, вы меня тут просто по очереди присылаете все, я не успеваю. Убирай скаута, Сям. Я уже не могу на этот ход походить. Я на следующий его... Нет, я его удалю тогда. Нет, зачем? Не надо, не надо, пускай будет. У нас и так оборонительный союз, как бы мне на следующие 25 ходов точно не нужно знать, что там происходит. Не, ну ты можешь его против Кельта использовать. Но я не такой мастер войны, чтобы в самый последний момент приходить и скаутом захватывать уже обстреленный город, то это вряд ли мне кажется, он только не мешаться под ногами. А жаль. Так, почему мне минус одно железо внезапно? Венеция, только ты сильно не рассчитывай, ты там продолжай строить свои фрегаты. Сям, я хочу все-таки захватить Братислава, надеюсь, ты не будешь против. Ну ладно, хорошо, что уже тут скажешь. А почему тебе Братислава, швед? Ну, во-первых, легко переставлять войска, просто тут бывает, блокируют. Ну, плюс у меня 28 счастья, соответственно, а почему бы мне взять лишний город для производства? А в таком случае не мог бы ты мне, пожалуйста, дать немного счастья? Ну, какой-то люкс. А, ну хорошо, да. У тебя с Вильнюсом как отношения ты собираешься, ну, брать его в союзники или захватывать? А он и так в союзники у меня, ну, имеется это в дружественных. Ну, брать я не собираюсь. Ага, хорошо, тогда можешь мне, пожалуйста, дать какао? Я, ну, в общем, тут просто Вильнюс просит какао, и я таким образом, можно сказать, двоих зайцев убираю. А, держи. Для союзников не жалко. Сиам, убирай юнитов. Мне ж некуда дарить. Да, спасибо. Так, что там со счастьем в нашем тройственном союзе? Нечего менять, да? Ну, чё, Кельт объявил тебе войну уже, да? Ну, да. Это я ему превенсивно кинул. Тебя... Кстати, который рыцарей отдал, они такие прокачаны-то имеют в виду. Понял. Сиам. Я вот тебе четырёх рыцарей следующим ходом подарю, там, с прокачкой на... Так, на что тут прокачка-то? А, типа ты в Альгамбре их строил, или что, я не пойму? А, ну, они там разные. Разные, они разные. Культи должна быть, это, с героическим эпосом. 15% сильнее. Так, Кельт куда вышел? В индустриализацию, да. Я вышел. А вот теперь я точно против Слава заплачу, потому что там угля, а у меня угля нет вообще. Так хочется себе погонить развитие, что ли, сиам. Коему армию дают? У меня просто развитие стагнирует. Ну, я... Так, я голосую за шведа. За немца. Так, мы шведа выбираем, да? Ну да, он был хастун до этого. Венеция, я голосую за тебя. За меня? Ну ладно, тоже голосую за себя. Сиам, убирай юниты. Поехали. Так. Так. Продолжение следует... 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 Если у него будет запрет, то у меня... Я стану первым по прорезу, вот смотри. Отлично, блин. Фаст клик, фаст клик тоже. Ну, блин. Да почему он сюда-то пришел? Ну, что смысл был убивать, в общем, мою каравелло, вроде чего ты это сделал. Давай я добью этого фрегат. Я уже походил к теме, которые у меня здесь стоят. Блин, надо фрегаты строить. Не успел добить его один фрегат, вот он убежал, и второй тут тоже убежал. Понятно, короче, Кельт уже настроил фрегатов, чтобы меня захватывать, и все ясно. Это у меня давно фрегаты были. Ну и для чего эти фрегаты были? Ты вышел в каравелло, и я это увидел. Я тоже пошел в каравелло и фрегаты, чтобы заставить свой пролив фрегатами, чтобы ты не смог прийти. То есть я тебе не планирую... За научные стажировки голосовать, да? Просто очень далеко. Плывай до тебя. За научные стажировки, да? За научные стажировки, да? За научные стажировки, да? Вообще надо против религии проголосовать, да, сизма. Ну, а что, хорошая религия? Ну, а зачем тебе два делегата в Конгрессе? Мне это вообще не нравится. Так. О, распространить еще религию кому-нибудь. Кто-то еще получит два голоса. Так, ладно, я голосую за научные стажировки. Венеция два голоса. Венеция, подари мне этот улан, который там стоит. Ой, не улан, а пикинера. Я в Гонолулу. В Гонолулу отправлю караван, хорошо? Да, пожалуйста. Просто эту дорогу строй, нужны деньги на содержание. Что там у тебя с войной и скейтом? Ну, все неоднозначно. Мне кажется, он отступил, но... Ну, в принципе, я продавил первую... Огушай, грабь. За чем-то он пограбит, едва ли. Так, давайте тогда Нант. Попробуем Нант и Гену и взять. Так. Эмбаргон для городов-государств, так? Да. Отлично. Нет. Ну, ладно, можно еще было эмбаргон на Венецию, тогда бы они не торговали с кельтом. Ну, ладно. Блин, почему такие тормоз... Слушайте, у всех Цива как-то тормозит или только у меня такое? Да, сейчас тормозит. Вот тормозит. Прям такой же, знаешь, как будто ресурсов не хватает. Ну, ты про 100 кадров или вообще про что? Ну, просто как? Что входит в понятие тормозить? Ну, вот я даже двигаю карту, она не сразу двигается, понимаешь? Нет, у меня сразу, ну, как бы у меня проблем таких особых нет. У меня единственная проблема, что отклик, ну, и отклик, вот когда, например, ап юнита, я еще должен подождать, не знаю, там, 2 секунды, чтобы он апнулся. Ну, как наслышим, в ходе своего дела. Хорошо. Что вносить? А ты тоже можешь внести? Я сделаю тогда эмбарго венец. Да. Или не стоит? Стоит. Ну, а как мы тогда распределим свои голоса? Ой, ну посмотрим как-нибудь, хоть что-нибудь да пройдет из этого двоих. Блин, хочешь, Леша, движить меня с этого света? Ну, блин, я играл за Венецию, я знаю, какой Венеция будет во второй половине игры, если она останется и сможет торговать. Вы тут всех городов, государств, все это такое. Хочу выжить. Надо было на всю другую брать, которая не настолько... Ребят, полчаса не прошло, давайте еще ходов 5 поиграем. В смысле не прошло, в 40 минут не до налога висим это. А, так еще и даже полчаса не прошло. Какую уже в 40 минут? Ле, сейчас 2.20. Ну, захотелось по разнообразить, я просто в последнее время многое. За Майя я играл, Супа, да и за лошадей средневековых, там нормально тоже отжирался. Ну, короче, похожие нации выпали, я решил за Венецию поиграть. Почему вы не? Все, делай сейф. Блин, все Эксплорейшн попринимали, и Кельт Эксплорейшн... Что, сохранили? Венеция, сколько у тебя фрегатов всего? Или только сколько, сколько железо. Ну, штук там, всем, всем что ли, да? А, ну, норм. На 12. Я сейчас еще где-то плаваю. Да, мои тоже. Ну, я могу тебе еще привезти, если что. Когда отобьюсь. Так, проверяем, ходят ли юниты. Так, у меня ходят. Ну, у Хаста ходит, значит, у Хаста должна ходить. Я хожу. И у меня ходит. Так, ну, давайте отсчет, и мы будем с ним воевать. Ниндзя, говори 3-4. 3-4. Так, значит, мне сейчас надо строить как можно больше... Блин, все равно так что-то цело тормозит, я не понимаю, почему. Ну, пинки вроде бы нормальные. Не, не, тормозит именно, вот, не лаги, не лаги, а вот, как бы, игра тормозит почему-то. Да, не это, а не, есть немножко, а не, нету. Так, тут лечиться, тут почему-то столица, что я открыл, мушкетеров, а я что, почему я, зачем я вообще это открываю, у меня тут на воде война. Мне в науку надо идти и электричество попробовать. Так, что, кстати, у меня с углем? Я в прошлый раз даже не посмотрел. О, уголь у шведа. Блин, у нас их меньше, надо новую еще посылать. Сям, мы тебе ведем еще войска, если что. Мне пока что хватает, но все равно спасибо. Блин, что тут обрабатывать? А, вот. Каргашип прекратил в ганалу бегать. Так, знаете что, давайте-ка построим караванчик лучше тут. Что это вы тут за Всемирный Конгресс за голосование-то вкинули? Тут я вот не посмотрел. Ну, конечно. Кто больше всех орал в конце прошлого? Не это. Не предлагайте это. Я после этого с больной головой. Не предлагайте это. вот что делать если города не хочет расти левать в любой непонятной ситуации левой ай-яй-яй-яй как вы там воюете у меня 2 ходи ну-ка собрались блин я не знаю почему такие тормоза не давать я этого и михаила можешь мне кинуть те ту роскошь который мы часто бы торговали со времени нету ощущение на что он знаете что на всемирный нужно было кинуть ниндзя мы будем с вами меняться резали давай блин ну что происходит ну почему нет какие-то блин я только за час секунду ребят у кого-нибудь реально тормозит еще цивы я не могу понять меня нет у меня все нормально это походу у тебя что-то там просто но для этого ощущения есть но не тормозит такой вот идет ядра нормально потом притормаживает потом что-то происходит я просто не могу так биться давайте сделаем сейв в начале следующего хода меня хоть посмотрю как-то попытаешься про просто зайдите в диспетчер задач по закрывайте танки ну приложение которое много памяти не меряна самом деле тут что-то не в памяти дело ну блин почему закончился ход когда я до конца пять секунд еще а если это такое ощущение как будто вот знаете на ком-то слабом компьютере как будто играю не воюем по аналогичным правилам да сейчас не воюем будем воевать когда скажет ну я уже начал юниты отводить в принципе слабо но ничего себе не честно конечно вы играете так я же сказал что начали воевать когда нельзя сказать ты это сказал когда уже загрузилась все смысле так я только загрузился их надо было всемирно выставку вам пихать на канализ блин я не могу так играть это не какая-то невозможная игра таким образом ну вот смотрите ну вот кто захотел стопать венец чувак я не могу просто вот таким так биться у меня все тормозит я не знаю как можно так играть я не знаю что происходит с каким-то этим я не знаю что происходит с каким-то этим приватеров побольше построим так почему этот строится здесь слушай швед ты можешь сам перекидывать юниты этому хорошо потому что можешь ребятами подстелить а у меня уголь есть на территории вся мода вся мода у халецкого тоже да где это у меня интересно все на арбалечке нах блин вот видите какие тормоза отходит так надо венецианского захватить тогда отходит ребят я нашел давай давайте сейв следующим ходом сделаем я не могу это какой-то блин слайд-шоу я смотрю вот у себя я попробую может компьютер перегружен невозможно играем тут блин у этих кораблики бегают а я по приборам чисто пытаюсь куда-то тут передвинуть я в принципе не против только хасту вопросы сделай спасибо говорили спасибо нас вас каждого по 100 золотых ухты эти кстати вторые мечники с крисом не получили повышение злые духи что тебе не по штраф к атаке и штраф к обороне поэтому я не знаю наверно выгоднее уничтожить будет а мы кстати и ученых же сжигаем или оставляем как кто как хочет так и поступает я просто смотрю у этого у шведа там уже два этих посажен мы не договаривались ничего по этому поводу так начали ходе делаю сэйф не ходить а не ходим просто чтобы потом криков не было на этом пока все продолжение смотрите через день или два пользуйтесь 2gis и играйте в умные игры я лёша халецкий тот кто сделал это видео и раз вы досмотрели до конца то у меня к вам просьба поставьте лайк вам это ничего не стоит а мне будет приятно и поможет распространиться моему видео ну и если вы хотите поделиться этим видео то я совершенно не против а только рад разместить его у себя где-нибудь в социальных сетях или просто сообщите вашим друзьям спасибо что доставили до конца удачи и играйте в умные игры